В эфире новости в студии работает Асель Айдар. Здравствуйте! Коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Земельный спор в Аягозе. Нарушили ли закон чиновники района? Жители нескольких улиц района Красный Кордон недовольны качеством дорог. Тема бытового насилия остается актуальной. На сегодняшний день в кризисный центр обратились 70 жителей области за помощью. Сегодняшний выпуск новостей мы начинаем с радостной новости. Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. С этим событием казахстанцев поздравил президент страны на своей странице твиттере, сказав, что счастливая семья – фундамент благополучия нации. Пятеро детей родились 14 ноября в 8 утра в Латавской, Житесуской, Атараусской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки. Отбасы банк выделит малышам по 2 миллиона тенге. Финансовые сертификаты можно будет потратить на получение жилья. Что касается динамики демографии в целом, то в год обретения независимости нас было 16,4 миллиона человек. С тех пор население страны выросло более чем на 22%. Если говорить о росте численности населения по регионам, то наибольший рост населения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Мангистаусских областях на 22-24%. Казахстанцы давно ждали, когда население страны превысит 20 миллионов человек. И вот в ноябре 2023 года этот рубеж был достигнут. Этой новостью радуются и жители нашего города. Отлично. Отлично, конечно. Пожелания ребенка. Конечно. Здоровья маме, во-первых, и ребенку быть крепким. Хотим, чтобы дети были здоровые, родители были здоровые, счастливые, работали. Это все зависит от государства. Поэтому процветание нашему Казахстану. Все у нас хорошо. Должно быть еще лучше. Так это хорошо. Молодцы. Молодцы. А что я еще могу сказать? Дай Бог здоровья, что он родился. Что я больше всего не могу ничего сказать. Главное, чтобы был мир на земле и здоровья у всех. В региональной службе коммуникации прошел брифинг Акима Бескарагайского района Талгата Муратова. В своем выступлении глава района рассказала о развитии малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, о проводимой работе по благоустройству и в целом об основных вопросах, характеризующих состояние дел Бескарагайского района. Талгат Муратов был назначен Акимом Бескарагайского района 6 октября 2022 года. За это время в районе была проведена большая работа по его развитию. К примеру, бюджет за 9 месяцев текущего года исполнен на 125,7% при фактическом поступлении 1 миллиона 9,5 тысяч тенге. Бюджет района на 2023 год запланирован в объеме 7,2 миллиарда тенге, в том числе доходная часть бюджета 1,2 миллиарда тенге, субвенции 1,1 миллиарда тенге, транспорт из вышестоящих бюджетов 4 миллиарда тенге. За 9 месяцев 2023 года план собственной доходной части бюджета исполнен на 125,7%. По информации Акима, в Бескарагайском районе планируется строительство санатория с грязолечебницей и зоны отдыха на озере Шушкалы. Для реализации проекта прорабатывается вопрос автомобильной дороги от трассы семей по Владарту самого озера. К слову, в текущем году ведется средний ремонт подъездных дорог к селам Ундрус, Желанды, Карабас и Бегенскому лесхозу на общую сумму 312 миллионов тенге. Можно сказать, что Ундрус, Желанды, Карабас уже закончили, Бегенский лесхоз сегодня на днях уже тоже вводится в эксплуатацию. Общий протяженность около 9 километров. Отметим, в рамках проекта АУЛ Ельбисыга в селе Бескарагай проведен капитальный ремонт детского сада на 90 мест. В селе Канонерка проведен капитальный ремонт кровли здания сельского клуба, а также средний ремонт улиц в селах Старая Крепость, Букибай и Бескарагай. Ведутся работы по разработке проектной сметной документации на проведение реконструкции селок Бостал, Башкуль и Кривинка. Проектировщик ТОО «Стройпроект и инвертизация» поселом Канонерка, Малая Владимка, ТОО «Шингорпроект». На данный момент комплектуются рабочие проекты для подачи на портал государственного ведомства экспертизы проектов. Из 28 населенных пунктов Бескарагайского района, 24 обеспечены централизованным водоснабжением. Ведутся работы по строительству водопроводных сетей в селах Ерназар, Житежар, Бескарагай и Будине. Аким района планирует продолжить работу по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе, внедрению передовых технологий в сельскохозяйственную отрасль, развитию инфраструктуры и жилищного строительства, благоустройству населенных пунктов, повышению качества жизни населения. В Абайском районе новоселье отметило 34 семьи. Новые дома, согласно очереди на жилье, были предоставлены гражданам из социально уязвимых слоев населения, многодетным матерям и представителям бюджетных организаций. Интерьер домов выполнен в современном стиле. Наша съемочная группа посетила Абайский район и стала свидетелем торжественного мероприятия. В рамках государственной программы по обеспечению жильем в этом году в нескольких селах Абайского района было построено новое жилье. В частности, в сельских округах Касхаблак, Саржал, Караул, Кукбай, Кингрбайби в торжественной обстановке были вручены ключи от домов представителям социально уязвимых слоев населения и многодетным матерям. Общая площадь двухквартирного жилого дома составляет около 170 квадратных метров. Возведение красивых жилых домов способствует эстетическому внешнему облику сел. Каждый год с 2020 по 2023 выдавалось 32 квартиры под ключ. Всего за три года было выдано 96 квартир. На сегодняшний день по поручению главы государства ведется работа по выравниванию среды сельского и городского населения. Все это делается для того, чтобы в селе была инфраструктура. Мы хотим, чтобы эти дома в будущем приносили только благополучие. Поздравляю наших земляков, получивших новое жилье. Интерьер-квартир современный. Созданы все необходимые условия. Согласно проекту, трехкомнатные дома светлые и просторные. Подведена вода, установлены электрические сети. Благодарность жителей села, которым была оказана поддержка государства, безгранична. Государство оказало нам большую поддержку. Мы получили новое жилье. Спасибо нашему государству, Акиму области, Акиму района, Акиму села. Мы и наши дети очень рады, что в селе строятся новые дома. Дома обеспечены всем необходимым. Вода, электричество, все имеется. Большое спасибо. Сегодня молодые семьи получают ключи от новых домов. У моей невестки шестеро детей. Огромная благодарность главе правительства, области, администрации района, отделу жилищно-коммунального хозяйства за такую возможность. Интерьер домов отличный, чисто и уютно. Имеется все самое необходимое. Настроение хорошее. Я родился и вырос в Абайском районе. У меня есть один сын и одна дочь. Хочу поблагодарить Акима Абайского района, администрацию района, за то, что мы получаем новое жилье. Интерьер дома хороший, красивый. Построен по современным стандартам. Я очень рад. В Абайском районе совершается много благих дел. В ближайшее время будут вручены ключи от еще четырех домов в селе Караул и четырех домов в селе Кундузда. Маляка Мухтарова, Аслан Ерцепаев, Айдос Айтгалиев, телеканал «Семей». Состоялось очередное заседание Совета по этике Агентства по делам государственной службы в области Абай. На собрании было рассмотрено несколько вопросов. Самый основной касался земельного спора в Аягузе. Земельная комиссия нарушила законодательство при выделении земли крестьянам. В отношении выводов компетентных органов была проведена служебная проверка. О ходе дела расскажет наша коллега. Прокуратурой области Абай внесено представление в департамент по признакам совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего деятельность членов Аягузской районной земельной комиссии. В представлении прокуратуры говорится, что проведен анализ судебных решений. Анализ показал, что земельная комиссия не соблюдала законодательство в земельной сфере. В этой связи прокуратурой области предложено привлечь к дисциплинарной ответственности Аягузскую районную земельную комиссию. Главный специалист управления по контролю в сфере государственной службы Дулат Хусейнов для проведения служебной проверки и выяснения обстоятельств направился в село Ахшавля. Впоследствии выяснилось, почему при выделении земельных участков предпочтение отдавалось двум жителям села. Комиссия начислила им дополнительно по 10 баллов, сообщил главный специалист, проводивший служебную проверку. В утвержденном приказе Минсельхоза за номером 518 для введения крестьянского сельского производства в конкурсе присваивается дополнительные 10 баллов, если хозяева крестьянского хозяйства в данном регионе проживают не менее 5 лет. Комиссия следовала этим требованиям. Однако в решении суда не учитывалось, что они проживали не менее 5 лет. В этой связи решение о Егорской районной земельной комиссии признано судебным актом незаконным. Суд признал решение земельной комиссии незаконным. Однако документы, подтверждающие проживание двух граждан в селе, суду не представлены. Областной суд также оставил решение суда первой инстанцией без изменения. Главный специалист поинтересовался, действительно ли два гражданина проживают в селе с населением около 800 человек. При посещении села Акшаули я пообщался с жителями села, участковым, специалистами СВА. Согласно определению Акимата, граждане Кунанбаев и Байбаджанов в 2017 году переехали из Алматы и предоставили справку о том, что проживают в данном селе. Жители также подтвердили, что они оба проживают в селе. Члены земельной комиссии не могли участвовать в судебном процессе, несмотря на то, что доставили документы в Верховный суд столицы и пытались доказать свою правоту. Мы не смогли попасть в суд из-за неправильного исполнения своих обязанностей секретаря суда. Все доказательства были у нас на руках, но в суде мы участвовать не смогли. Мы сказали секретарю, что проехали 1200 километров, чтобы попасть в суд. Секретарь вышла к нам и сказала, что решение суда осталось без изменений. Мы ничего не знаем. По вине секретаря суда мы не смогли участвовать в суде в Астане. Таким образом, члены земельной комиссии не смогли доказать в Верховном суде, что оба гражданина проживали в данном селе. Рассмотрев дело, члены совета по этике установили, что нарушений со стороны членов земельной комиссии нет. Допущены недостатки в рассмотрении дела из-за непредставления соответствующих документов в законодательные органы, сказал председатель совета. Нурлан Даулеткалеев предложил прекратить дисциплинарное дело, учитывая, что земельная комиссия не совершала действий, дискредитирующих государственную службу. Члены совета единогласно одобрили решение. По данному делу, члены совета единогласно приняли решение о прекращении дела, поэтому к дисциплинарной ответственности данные лица привлечены не будут. В ходе служебной проверки установлены обстоятельства, не учтенные в суде первой инстанции. Отмечается, что областная прокуратура взяла за основу решение суда первой инстанции, сообщил представитель департамента, проводивший служебную проверку. Таким образом прекратилось дело государственных служащих, а Ягодская районная земельная комиссия при выделении земель опиралась на закон. На совете по этике были рассмотрены и другие вопросы. Жители нескольких улиц района Красный Кордон недовольны качеством местных дорог. С 90-х годов их ни разу не ремонтировали. Сейчас по дорогам, которые буквально состоят из грязи, стало сложно передвигаться пешком. Наша коллега продолжит тему. Нашу съемочную группу встретили жители улиц Короткая и Карагайлы. Они рассказали, что уличные дороги не ремонтировались с 90-х годов. В это время года люди не расстаются с резиновой обувью, ведь вся улица в грязи. К ответственным органам жители обращались неоднократно, однако точного ответа так и не получили. Сколько раз мы отправляли жалобы, писали письма. Подписывали их коллективно и относили в Акимат. Здесь тянут водопровод и теперь вообще невозможно ходить. И звонили, и собирали собрание. Вот осенью у нас тоже Акимата представители были, Акимата городского. Сказали, все будет у вас, все, конечно, поэтапно, но до сих пор ничего нет. Вот эта вот грязь у нас, которую вы сейчас проехали, нитка в труб прошла там, здесь ничего не ковыряли. Вот это каждую весну у нас такая, мы не знаем, как детей водить. Когда снега много, вообще машины стараются, каждая машина проехать так, чтобы ей было удобно. И детям по этому гребешку ходить вообще не то, что детям, а даже людям. В этом районе проживают много людей преклонного возраста и дети. Они говорят, что ходить по этим дорогам – одно мучение. Уличного освещения тоже нет, не установлены даже столбы. С наступлением вечера на улице ничего не видно. По словам жителей, были случаи, когда дети падали в грязь и не могли дальше идти на занятия. Освещения практически вообще нигде нет, кроме как вот лампочки на своих дворах. Все, освещения нет. Посмотрите на наши столбы. Вот единственный столб, наверное, который ровно стоит, и то потому, что его поставили в этом году. Вы посмотрите, вся линия наклонилась, грунт плавает, играет. Поэтому деревья, ой, господи, столбы, все понаклонились, никому дела нет. По этому вопросу мы обратились в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в области Абай. Сейчас в район Красного Кордона тянут водопровод в рамках программы «Мощные регионы. Драйвер развития страны». Заместитель главы управления отметил, что после установки труб на улицах в обязательном порядке будет укладываться смесь гравия и песка. В Акимате нашего города есть отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Сейчас они не могут начать работу, пока мы не реализуем этот проект. Ведь если мы уложим асфальт, а потом снова все перекопаем, у людей опять будут вопросы. Поэтому они нас ждут. А будут ли они укладывать асфальт после того, как мы закончим работы, решит Акимат. Но после того, как мы протянем трубы, мы подцепим все гравием. На организацию водопровода в район Красный Кордон из бюджета выделено 814 миллионов тенге. Работы завершат в следующем году. И только тогда отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог сможет отремонтировать дороги. А пока у жителей нет другого выбора, кроме как ждать. В нашем городе состоялась 10-я республиканская конференция для дошкольных организаций. Собрание было посвящено теме стремления к качественному воспитанию и образованию в раннем возрасте. В мероприятии приняли участие представители дошкольных образовательных учреждений. Республиканский общественный фонд «Степ-бай-степ» тесно сотрудничает с дошкольными образовательными организациями. Работая с учреждениями, они распространяют современные международные передовые практики, основанные на новой философии образования. Специфика программы заключается в том, что дети имеют возможность всесторонне развиваться. Познавать мир, участвовать в образовательном процессе с родителями. Программа используется в дошкольных учреждениях и детских садах более 25 лет. С этой технологией дошкольные организации работают во всех городах Казахстана. Но не все из них являются модельными детскими садами. Самые сильные и самые лучшие детские сады мы называем модельными. То есть начинающие детские сады набираются опыта у модельных детских садов и проводят совместную работу. В области Абай насчитывается 350 дошкольных организаций. Количество педагогов в них превышает 2800 человек. В городе семей 60 детских садов. В целом по области дошкольные организации посещают более 25 тысяч детей. Проект «Степ-бай-степ» планируется внедрить во всех дошкольных образовательных учреждениях. Все наши действия будут направлены на игровую деятельность. Педагоги ежедневно работают над развитием мыслительных процессов, языка, мировоззрения ребенка через игру. Особенность данной технологии заключается в том, что родители тоже имеют возможность участвовать в учебно-воспитательном процессе. В ходе конференции представители Ясли сада Ахпута, который является одним из успешных детских садов нашего города и признан лучшим в образовательной программе, поделились своим опытом. Они добавили, что вмешательства родителей в ходе реализации программы никак не помешают ходу работы. Участие родителей в педагогическом процессе радует, говорят специалисты. Эта программа совсем недавно была внедрена в наш детский сад. Каждый родитель по своему желанию может участвовать в работе. Кроме того, у нас есть кружковые занятия, в которых они также могут участвовать. Это оказывает большую помощь воспитателям. В познавательном мероприятии приняли участие методисты, заведующие, воспитатели, педагоги вузов и колледжей, специалисты областного управления образования, районных отделов образования по дошкольному воспитанию и обучению. На встречу гости из столицы поделились своим опытом и рассказали об особенностях программы. Дети попадают в центры, зависимо от их интереса. Например, у ребенка могут быть творческие способности или тяга к наукам, таким как математика. Соответственно, они попадают в центры, где их способности могут развиваться. Работы проводятся как групповые, так и индивидуальные. Традиционное мероприятие было организовано в десятый раз в этом году в городе Семей. Конференция стала большой экспериментальной площадкой для дошкольных образовательных учреждений. Малика Мухтарова, Аружан Таубекова, Аян Сергазинов, Телеканал Семей. Тема бытового насилия остается актуальной в социуме. Ужасная ситуация в Астане свидетельствует о последствиях бытового насилия. В открывшиеся два месяца назад кредитный центр города Семей уже обратились за помощью 70 жителей области. Эта статистика показывает, что в нашем регионе немало людей, испытывающих бытовое насилие. Бытовое насилие оставляет не только физические, но и психологические, семейные, экономические последствия. Оказание необходимой помощи, поддержка и реабилитация жертв, пострадавших от насилия – одна из важных ступеней на пути восстановить свою жизнь. За два месяца в кредитный центр обратились за помощью 70 жителей области. Из них 23 женщин и 47 детей. Одна из них – Марина, житель села Озерки, замужем за третьим супругом и имеет четырех маленьких детей, но вынуждена терпеть постоянные побои. Ходила медсестра Александра, она мне про этот центр сказала. И вот я попросилась, меня муж из дома выгонял, убил. И вот она меня попросилась, я ей говорю, помогите мне куда-то. Вот и она меня определила, мы сюда приехали. И она помогла мне, вот мы теперь здесь с детьми живем. А теперь вот мне главное сказала, дальше больше будем работать с вами, обустроилась. Мне здесь хорошо, кормят хорошо, спим хорошо. Зато сейчас никто не ругается, не дерется, никто тихо, спокойно. У меня дети хотя бы стали спокойно жить, учатся. Ну, теперь вот я хочу одно, чтобы его от меня убрали, ограничения сделали и спокойно жить сама с детьми. Марина не единственная в центре. В данное время с такими проблемами тут находятся 10 мам. Наша цель – это, получается, защита и поддержка именно жертв бытового насилия. Помощь, оказание именно 8 видов специальных социальных услуг согласно стандарту для жертв бытового насилия. На сегодняшний день центр открыт именно на 25 койко-мест. Эти 25 койко-мест на сегодняшний день заняты. Это 10 мам и 15 детей. Получатели, которые поступают к нам, они приходят именно… Проблема в семье, именно недостаток ресурсов. И мы оказываем, хотим помочь именно в плане все, что можно получить именно данному получателю услуг. Сопровождаем во всех планах. Они проходят у нас полную социальную реабилитацию. Кризисный центр оказывает социально-бытовые, медицинские, педагогические, культурные, трудовые и социально-правовые услуги. Кризисный центр оказывает не только профессиональную, медицинскую и психологическую помощь жертвам, пострадавшим от насилия, но и представляет возможность полностью трудоустроиться. Согласно стандарту, специалисты по социальной работе оформляют документы, ставят на регистрационный учет, помогают пройти курсы, получить профессию, устроить детей в школу или детский садик. Когда в центр поступают жертвы бытового насилия, в первую очередь им оказывается психологическая помощь. Специалисты центра предоставляют пострадавшим высококвалифицированную помощь. Все методики, которые используются в психологии, это консультативные, психотерапевтические, гештальтерапии, это разные методы используются, сказкотерапии, арт-терапии, музыкотерапии. Все методы используются в консультативной терапической форме психологии, чтобы женщина могла разобраться, с каким человеком она живет, что такое абьюзер, что такое насилие, какие виды насилия бывают, и что это не норма, что это вредит не только ее здоровью, ее жизни, но и развитию и здоровью жизни ребенка. На сегодняшний день адаптированы 45 получателей услуг, из них 13 мам и 32 ребенка. Все получили социальную реабилитационную помощь. Предотвращение и профилактика домашнего насилия являются актуальной повесткой семейно-демографической политики Республики Казахстан. Несмотря на все усилия правительства в борьбе с данной проблемой, случаи бытового насилия продолжают расти, говорят специалисты. Маляка Мухтарова, Ельжан Махзумов, Телеканал Семей. И это были все новости на сегодня. С вами была Ася Ляйдар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин